Протест Драйв Протест Драйв Протест Драйв естественно, на новые автомобили, потому что они решаются по совещанию у дистрибьютора и, собственно говоря, измениться могут уже на момент выхода нашей программы. А программу мы записываем во вторник, а вы нас слушаете в четверг. Два дня при таком кризисе могут быть две очень большие разницы, поэтому учитывайте с учетом того, что произошло вчера. Две разных стратегии и два возможных варианта. С одной стороны, сейчас автосалоны перезатарены автомобилями и дистрибьюторы перезатарены, потому что продажи не шли слишком хорошо. То есть им нужно продавать. И сейчас будет очень сильно зависеть от того, как поведут себя банки, потому что практически все склады автомобильные, они же не на собственность дилера куплены, они куплены в кредит. И вот ситуация, которая у нас была в 2008 году в автосалоне «Союз», когда в одностороннем порядке наш банк к нам пришел и ставку поднял с действующей до 30%. А в этот же момент дистрибьюторы нам втыкают просто в одностороннем порядке автомобили «Шевроле Коптива» с двигателем 3,2 литра, самая непродаваемая комплектация, сверхмощная, сверхпражорливая, количество 32 штуки. И это не считая весь основной склад, порядка 200 автомобилей. То есть мы получаем токсичный актив, который нам нужно немедленно распродавать. И при этом мы не ждем, что мы сейчас на этих автомобилях как-то больше заработаем или еще что-то. У нас задача как можно быстрее закрыть активы, которые каждый день нас сжирают. И в тот момент, собственно говоря, было принято решение продавать эти автомобили в минус. Мы не то что на них ничего не зарабатывали. Мы назначили на них такую цену, чтобы просто невозможно было от нее отказаться. И очень быстро их распродали. И, наверное, это было одним из таких спасательных кругов, который нам позволил выжить от кредитов, которые нас каждый день бы просто пожирали. Вслед за Коптивой был распродан склад автомобилей Chevrolet Epic. Таких же самых дорогих и как бы труднопродаваемых. То есть сейчас самые-самые длинные, самые огромные скидки будут на так называемые автомобили-памятники, которые пользуются меньшим спросом. Это бизнес-седаны в первую очередь и кроссоверы с избыточной мощностью в топовых комплектациях. На них, я думаю, скорее всего можно будет получить какие-то максимальные условия. То есть, грубо говоря, для увеличения оборачиваемости оборотных средств мы их просто... Для того, чтобы не попасть на кредиты, которые могут измениться. Да, их можно как можно скорее обернуть. Да, но здесь палка о двух концах. У дилера также есть выкупленная машина, за которую он уже заплатил деньги, которую завтра ему, возможно, придется выкупать по более высокой цене. И вот здесь может быть совершенно другая история. Обратная, что если банки поведут себя корректно и не будут сейчас зажимать... Мало, конечно, вероятно, но, тем не менее, не будут сильно зажимать своих партнеров, то тогда дилеры будут вести себя очень консервативно и вместе с валютой плавно поднимать тоже цены. Вместе с дистрибьютором. Единственное, что это точно не произойдет единомоментно. И точно это сразу не будет кратно тому, как вырос курс валют. Хорошо. Что же делать тогда людям, у которых дома лежит в кубышке валюта? И они копили на автомобиль. Что им сейчас делать? Вот для них-то как раз сейчас самый удачный вариант. То есть я думаю, что надо понаблюдать за этой ситуацией. И в идеале, конечно, выскочить из валюты на самом высоком курсе. То есть помните... Ну кто бы знал, когда он будет. По-моему, это был 2000... Ох, не помню. Наверное, это был 2014 год, когда у нас евро-то дорос до 100 рублей. Вот тогда бы выбрыгнуть из евро, да, с курсом 100 рублей из запасов евро, да, и купить на них автомобиль. Но на самом деле история повторится. Она всегда примерно одинаковая. То есть курс валюты растет избыточно и дорастает до какого-то аномального момента, а потом плавно начинает снижаться. Рынок все равно его выравнивает в итоге. Даже не рынок, все равно как бы, ну, можно сколько угодно ругать государство, но меры-то в любом случае будут приниматься, и оно будет выруливать, и будет стараться как-то выравнивать эту историю. Поэтому, скорее всего, валютный курс дойдет до какого-то аномального, и потом тихонько начнет снижаться. И тем, у кого деньги в валюте, естественно, есть смысл на этом вот... в аномальном скачке выскочить и приобрести машины до того, как они будут к этому подтягиваться. То есть, в общем, мы тогда ждем. Да, те, кто с валютой ждет, те, кто с рублями, собственно говоря, уже сейчас надо действовать активно. То есть, машины, которые как памятники, от которых дилерам нужно избавляться, их прямо сейчас выгоднее всего купить. Но более таким мягким, что ли, будет рынок поддержанных автомобилей. То есть, рынок поддержанных автомобилей всегда запаздывает. Но что я могу сказать? Рынок поддержанных автомобилей, это я сейчас по себе знаю, не понаслышке, он перезатоварен. Я, кстати, так и не продал свой великолепный автомобиль. Шевролей Коптиво, если вдруг кому нужно знать, куда обратиться, да? Если что, это не рекомендую. Дизельные в полной комплектации. Ну, я просто плюнул продавать автомобиль, потому что те деньги, которые предлагали мне за них автосалоны, они меня не устраивали, а машина меня до сих пор полностью устраивает. И я просто продолжил, пока она не ездит. И, соответственно, этот рынок, он чуть медленнее себя будет вести. То есть, поддержанные автомобили подорожают в самую последнюю очередь. Поэтому, может быть, может быть, если вы выскочите из своих валютных сбережений в рубли и не успеете уже за нормальными ценами новые автомобили, посмотрите что-то более высокого класса, но с небольшим пробегом. Потому что эти машины чуть-чуть подзапоздают. И вообще, мне кажется, мы и так за последние пять лет получили невероятный уровень развития рынка трейд-ин. То есть, машин с пробегом. И, мне кажется, у него еще ресурс развития прям колоссальный. То есть, еще есть куда расти. У нас далеко еще не идеальные салоны. Вот мотор сделал первый шаг к тому, что построил отдельный прям крытый автосалон под трейд-ин. У них самый большой парк. И, кроме того, они еще и умудряются продавать этих автомобилей огромное количество. Да, другие тоже подтягиваются. Агат, насколько я знаю, имеет хороший парк. Там же напротив компания Prestige Auto. У них склад поменьше. Но, опять же, с учетом того, что они продают Mercedes, у них уровень автомобилей поинтереснее. В городе появилось огромное количество просто частных компаний, не имеющих отношения к дилерам. Которые поддержанные машины меняют на поддержанные и так далее. И каждый новый кризис дает новый виток развития именно этой части бизнеса. Люди привыкли экономить. Сейчас нам только стоит ждать, когда сервисные центры подтянутся для того, чтобы мы могли эти все поддержанные автомобили длительное время поддерживать в хорошем состоянии. Мы наблюдали интересную тенденцию последние годы, когда люди... Короче, был срок использования нового автомобиля. То есть они готовы были менять через 3 года, через 5 лет. Когда раньше люди ездили 10 лет, 15 лет на одном автомобиле и не готовы были его менять. Как ты думаешь, вернемся ли мы к той истории, когда автомобиль будет использоваться дольше? Мы, в принципе, к ней подошли. И как раз вот этот кризис, он, наверное, снова обновит парк. Потому что сейчас огромное количество людей, да, опять же, у которых там машины 3 года и более, поджали там свои накопленные средства и готовы рвануть в салон. Если салон сделает достойное предложение, а это обязательно случится. Потому что и те, и те заинтересованы. То есть тем нужно продавать не потому, что они сейчас там заработают больше, да. Им нужно продавать для того, чтобы, ну, кровь должна двигаться по организму, а не стоять на месте, да. И люди прекрасно понимают, что покупая машину сейчас, они все равно себя обезопасивают от неконтролируемого роста цен в ближайшее время. И я думаю, что за ближайшие пару месяцев парк сильно обновится. То есть огромное количество автомобилей, которые стояли бы на складах, сейчас выйдут на улицах и станут вашими. Может быть, нашими, Дарья, с вами. У меня новая машина. Да. Мне не надо. У меня хорошо все. Вопрос вот какой еще. То есть были... Немножко по-другому его сформулирую. У людей зарплата не в евро и не в долларах. Да, то есть там у кого-то была зарплата там 50 тысяч рублей, она остается 50 тысяч рублями. Да, но если пересчитывать в евро или в доллары, да, ну, проще в доллары, она стала гораздо меньше. Совершенно верно. Правильно? Да. Соответственно, люди, которые, предположим, готовы были через год, не сейчас, через год, через два купить новый хороший автомобиль, они этого сделать уже... Они смогут, но это будет проблематичнее. И мне кажется, что в такой ситуации рынок подержанных автомобилей, он испытает некоторый подъем. Так ли это? Либо я заблуждаюсь. На самом деле, да, об этом мы говорили. Другой момент, что вот как раз то количество людей, которые откладывали свою покупку, многие из них вместо того, чтобы сделать покупку через год, сделают ее сейчас. В ближайшее время, да. Ну, опять это риск. Брать кредит – это же риск. Какая психология и как бы стратегия маркетинга сейчас работает? Русский человек устроен таким образом, что звать его «купи-купи, мы тебе еще вот это вот дадим» работает очень слабо. То есть офер сейчас уже неинтересно. Среди маркетинговые скидки, акции и так далее, мы на них не реагируем. Самая лучшая реклама, которую я в свое время для Chevrolet Niva придумал, да, которая, ну, небывалый просто нам в свое время приток клиентов, да, цена на Chevrolet Niva столько-то, пока не выпадет снег, да. То есть когда ты только говоришь человеку о том, что когда-то эта цена изменится в большую сторону, что я могу потерять, да, наши люди очень боятся потерять. Сейчас ситуация снова и снова возвращается к этому. Естественно, определенная часть населения уже, ну, разумная к этому, да, относится, но 90-то процентов нет. То есть сейчас практически все, ну, реально боятся потерять и сделают шаг, не откладывая ситуацию, и вот в ближайшее время будут с новым автомобилем. Рискованно это. Я никому не рекомендую брать кредиты, потому что неизвестно, как ситуация повернется, как изменятся ставки кредитные, как изменятся зарплаты и наша платежеспособность. Поэтому, уважаемые слушатели, я вас призываю, не берите кредиты. Ну, вот здесь палка о двух концах, на самом деле. Скажу честно, я не купил ни одну машину, пользуясь автомобильным кредитом, но три или четыре первого своей машины я покупал, беря деньги взаймы у друзей. У друзей или у коллег. Причем то же самое у Chevrolet Neo в 2004 году я купил, заняв под безумные 30% годовых, и сидел впроголый полгода, чтобы как можно быстрее выплатить этот кредит. В принципе, все получилось. Слава Богу. Да, я все живы-здоровы. Но, тем не менее, да, история с кредитом, тем более с валютными кредитами, ни в коем случае в этой ситуации нельзя играться. Все мы помним эту валютную ипотеку, когда люди просто-напросто обеднели в несколько раз и вынуждены работать на эти кредиты. Поэтому внимательно относитесь к собственным возможностям. Ну и как говорят китайцы, у китайцев уже мудрый достаточно язык. И у них слово «кризис» состоит из двух иероглифов. Один означает «опасность», другой означает «возможность». Вот те люди, которые в этом очередном кризисе увидят возможность, а такие, безусловно, есть, ну, кто-то выйдет даже с плюсом. Самое главное, не поддаваться панике. Вот вчера упомяну эту ситуацию. Очень многие люди, у которых есть свободные деньги в нашем городе, потеряли огромное количество денег. Те, кто инвестировали в известный робот «Довинчи», то есть это был кировский стартап, лихо шедший, в том числе, по России. Огромное количество моих друзей, в том числе, потеряли деньги. А эти деньги сейчас могли бы уйти, в том числе, на покупку автомобиля. И уже не уйдут, к сожалению. Возвращаясь к прекрасной поговорке китайских мудрецов, использует ли эту возможность наш российский автопром? До 100%. Причем, мне кажется, для автопрома эта ситуация даже интересная. Опять попросят помощи у государства. Государство же опять не откажет. Но у нас щедрое государство. Да, государство опять не откажет, и опять будут какие-то субсидированные кредиты, либо что-то еще, что поддерживает автопром. Ну, на самом деле, автопром лучше поддерживать, чем не поддерживать, потому что Тольятти, по сути говоря, это моногород, селение практически один миллион человек. Ну, не дай бог ему, что называется там. Прогореть. Да, даже захромать, да, захромает как бы вся страна, потому что это же огромная цепочка. Вот. Ну, и кроме того, Тольятти, город, по которому я люблю и даже немножко скучаю, огромное количество друзей там, да, которые в том числе в автобизнесе внутри работают. Ну, хотелось бы, чтобы там все было хорошо, даже без помощи государства когда-нибудь. То есть будем считать, что у нашего отечественного автопрома есть прекрасная возможность составить достойную конкуренцию в плане цены. Вот, Дарья, я бы не стал быть в этом плане излишне оптимистичным, потому что, к сожалению, у нас, ну, по большому счету, все еще нет собственного автопрома, да. То есть как бы мы ни старались, ни пыжились, то есть АвтоВАЗ сейчас находится на плаву благодаря тому, что он часть мирового альянса, да, причем как бы правильного альянса с точки зрения партнерства для АвтоВАЗа. То есть Карлос Гон, при котором эта сделка была совершена, был один из чемпионов мира в автобизнесе по сокращению издержек. Сейчас, правда, Карлос Гон не там, где ему положено быть, да, но, тем не менее, Альянс Рено сохранил эту концепцию, да, о том, что минимум вложений, но максимум эффекта, да, то есть нет никакого пафоса в автомобилях этого альянса, но при этом это достаточно достойное с точки зрения технической и довольно надежное автомобиль, что больше всего нам нужно, да. Вот, единственное, что после ухода великого шведа с АвтоВАЗа, ну, мы перестали выпускать какие-то новые модели. То есть при нем мы запустили, там, и Веста появилась, да, в огромном количестве модификаций, а после него не было ничего. И вот это немножко печально, потому что все мы ждем новую Ниву. Я еще работаю у дилера General Motors, ждал обновленную Chevrolet Ниву, которая, вероятно, уже не будет. Ну и, собственно говоря, этот рынок тоже дышит, он тоже должен меняться, чтобы успевать. Но, думаю, мы с вами немножко сейчас съехали с темы, да, то есть ушли там в сторону поддержки АвтоВАЗа. Что нам-то с вами делать? Самое главное, не делать никаких панических решений. То есть как Екатерина II, все решения только спокойно. Сколько мы кризисов пережили, я думаю, что мы и этот прекрасно переживем. Все выживут, выплывут. У кого есть руки, у кого есть ноги, явно не пропадут. И у кого есть голова, тем более не пропадет. Поэтому, согласна с вами, что не стоит делать никаких панических выпадов и случайных решений необдуманных. То есть если вы хотели купить автомобиль, то покупайте. Если вы хотели взять кредит, бог с вами, берите. Но имейте в виду, что рынок может измениться и цены могут поменяться. Да, но сейчас время математиков, а не гуманитариев. Я человек эмоциональный, да, я могу иногда эмоциональное решение принять. А вот сейчас в топе математики, те, которые выверяют, найдут все, что им нужно, необходимо по самой лучшей цене, такая реальная возможность есть. Поэтому, если у вас есть для этого ресурсы, время действовать. Да, нам остается только наблюдать за ситуацией, что будет дальше. Спасибо, Виталий, за сегодняшний эфир, за то, что ты рассказал о своем опыте. Услышимся с вами в следующий четверг, 8.33. Да, до встречи, увидимся на дорогах нашего города. Пока-пока. До свидания. До свидания. Протест-драйв.